Всем привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим для вас читать книжку Хоббит. В прошлой серии мы остановились на том, что и прочитали вторую часть главы, которая называется Пауки и Мухи. Сегодня нас ждет третья часть этой главы. Ну что, поехали! Таким образом, они все благополучно переправились через заколдованный поток. Только что Двалин вылез из лодки на берег с мотком веревки в руках, а Бамбур, кстати, не переставший ворчать, собирался последовать за ним, как вдруг действительно произошло нечто скверное. Впереди на тропке послышался бешеный стук копыт, из темноты возник силуэт пчащегося оленя. Олень преслся в отряд хномов, раскидал их в разные стороны и взвился в воздух. Он перемахнул через поток одним прыжком, но ему не удалось достичь этого берега невредимым. Торин едва ступил первым на противоположный объект, натянул лук и вложил стрелу на тот случай, если поблизости придаился хозяин лодки. Торин был единственным, кто удержался на ногах и сохранил присутствие духа. Теперь он уверенно и метко послал стрелу в оленя, приземлившись. Зверь пошатнулся его, поглотила тьма леса, послышался звук спотыкающихся копыт, потом все стихло. Только все хотели воздать хвалу меткам стрелу в луках, послышался отчаянный возглас бельба. Бомбур в воде, бомбур в тонь. Мечты об олене выщипла из головы. Увы, то была правда. Когда олень вылетел из лесу и опрокинул бомбура, толстяк стоял не слушать только одной ногой. Падая, бомбур нечайно отпихнул лодку от берега, попытался ухватиться за скользкие корни. Руки у него сорвались, он плюхнулся в воду, а лодку закрутило и унесло по течению. Все кинулись к ручью и увидели над водой капюшон бомбура. Они быстро кинули ему веровку с крюком и вытянули его на сужу. Бомбур, естественно, промок насквозь, и это было еще ничего, но вот беда. Он спал, сжимая веровку в руке, но так крепко, что руку не могли рожать. Он продолжал спать, несмотря на все попытки его разбудить. Они все еще стояли над ним, проклиная его неуклюжесть и свою невезучесть, и оплакивая утрату лодки, лишенной теперь всякой возможности подобрать убитого оленя. Как вдруг в отдалении послышались звуки рога и лай собак. Неожиданно впереди на тропе показалась белая лань, настолько же ослепительно белоснежная, насколько олень был черен. Прежде чем торин успел предостерегающие крикнуть, гномы вскочили и выстрелили из звуков. Не одна стрелла не попала в цель. Лань повернулся и исчезла среди деревьев так же бесшумно, как появилась, и гномы напрасно продолжали пускать стрелы ей вслед. «Стойте, перестаньте», — кричал торин, но поздно. Гномы в возбуждении расстреляли последние стрелы, и теперь подаренные белой на блоге стали бесполезны. Уныние охватило всю компанию, и в последующие дни оно еще усилилось. После заколдованного ручья тропа велась точно так же, как лес был все тот же. Если бы они знали о лесе побольше, то догадались бы, что приближаются к восточной опушке леса и еще немного терпения и отваги, и они выйдут в более редкий лес, куда проникает солнце. Но они не догадывались. К тому же одни попеременно несли тяжелого бомбуя, четверо тащили его, остальные несли их по клашу, не полегчай тюки за последние дни, им бы ни по чем не справиться. Но даже тяжелые тюки лучше тяжелого бомбуя. Толстяк, к сожалению, не заменял с собой мешков с едой. Настал день, когда у них почти не осталось ни пищи, ни питья. В лесу ничего не росло, лишь губки на деревьях до растения с бледными листьями и неприятным запахом. Через четыре дня, после того, как одни переправились через поток, начался сплошной буковый лес. Путники сперва обрадовались этой перемене. Пропал под лесок, темнота перестала быть такой густой, освещение сделало зеленоватым. Однако светились лишь бесконечные ряды прямых серых стволов, возвышающихся словно колонны. В громадном сумеречном зале появился ветерок, зашелестило листварный шелест, был какой-то печальный. Сверху слетали листья, напоминая о том, что приближается осень. Под ногами шуршал сухой ковер, накопившийся от прежних осеней. Два дня спустя они заметили, что дропа пошла под углор, и скоро оказались в оважбине, заросшей могучими губами. Докончится когда-нибудь этот проклятый лес, проговорил Торин. Кто-то должен залезть на дерево, просунуть голову сквозь листву и оглядеться. Надо выбрать самое высокое дерево у этой самой тропы. Ну вот и все. Мы прочитали третью часть главы, которая называется «Пауки и мухи». В следующей серии нас ждет четвертая часть главы. Но это мы уже будем для вас читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур11ТВ. Всем пока!